В 2024 году Уголовной исполнительной системе России исполняется 145 лет. О грядущих праздничных мероприятиях и развитии системы спросим у гостей студии. В программе «Утро вместе» Евгений Печенин, заместитель начальника Воронежского института ФСИН России по научной работе, полковник внутренней службы, и Александр Воронов, председатель Совета ветеранов Воронежского института ФСИН России, полковник подставки. Доброе утро! Доброе утро! Поздравляем вас с наступающими праздниками, потому что основные мероприятия, я так понимаю, будут уже в марте. Как готовитесь, что планируете рассказывать? В принципе, для начала хотелось бы рассказать в целом о нашем институте. Мы институт относительно молодой, история началась в 2001 году, когда в нашем городе был на базе воинской части организован колледж Минюста. Чуть позже, в 2006 году, уже непосредственно этот колледж был преобразован в институт, и мы начали готовить специалистов с высшим образованием. То есть, по сути, в этом году у нас 23 года. Всего лишь мы еще молоды. Вообще, в системе ФСИН семь институтов, одна академия и один университет. Не считая институтов повышения квалификации, межрегиональных учебных центров, и у каждого учебного заведения есть своя специфика. Спецификой именно нашего института является подготовка специалистов в области инженерно-технического обеспечения. Мы готовим также и юристов для подразделения охраны конвоирования, для подразделения режима. Но вот именно наша основная задача – это подготовка инженеров технического направления. Это будущие специалисты подразделений по защите гостайны, информационной безопасности, цифровая трансформация и инженерно-техническое обеспечение деятельности системы в целом. Это вот как бы вкратце. Более 70 регионов у нас задействованы в обучении, то есть проходит курсант обучение с такого большого количества регионов. Потом по распределению… Со всей России сюда, в Воронежской области, в Воронежской области. Со всей России стекаются к нам. Мы единственный вуз в системе ФСИН, который именно это техническое направление развивает, и комплексование личного состава происходит нашими властниками. По поступлению, если это интересно, направляются в наш институт поступающий от территориальных органов, вне зависимости, это молодой человек или это девушка, поступить может любой, на базе среднего либо среднего специального образования, но предварительно нужно пройти соответствующий персональный отбор. В чем он заключается? Это медицинская комиссия на предмет выявления каких-либо противопоказаний к дальнейшей службе, либо учебе. Это психологические исследования, соответствующие тестирования, которые выявляют наличие у человека соответствующих морально-волевых качеств, которые позволят ему проходить потом службу. И, соответственно, оценивается его физическая подготовка, сдача определенных нормативов. То есть полоса препятствий как бы должна иметь место? Да. Там немножечко номенклатура сейчас поменялась. В принципе, это и кроссы, подтягивания, скоростно-силовые упражнения. Стрельба есть? При поступлении нет. Этот навык не оценивается. Это наша задача потом людей научить стрелять. Желательно метко. А как-то, да, как-то... Ну, с чем, я думаю, мы успешно справляемся? А вообще, скажите, обучение сложное и профессия сама, она сложная? То есть перед тем, как выбрать ее, стоит прям прикинуть, задуматься? Или да ладно, я отжиматься умею, бегаю хорошо сейчас пойду? Задуматься надо всегда перед любым выбором, особенно перед тем, когда ты выбираешь учебное заведение, потому что в дальнейшем придется по этому направлению работать. Те люди, которые прошли обучение в нашем ВУЗе, они должны по контракту, который они подписывают, потом пять лет отработать. Если пять лет человек не отработал... Это обязательное условие. Если человек пять лет не отработал, то, в принципе, с него в судебном порядке мог быть взысканы средства, которые государство на его обучение потратило. Чтобы этого избежать, нужно сначала решить, что ты хочешь от этой жизни, а потом уже принимать решение. Да, к сожалению, есть случаи, когда ребята проходят отбор, поступают к нам и потом понимают, что сделали неправильный выбор. Отчисляется в том, что обучение, да, действительно, это и тяжело, и морально, и физически, но люди справляются. Если они выбрали это направление, нужно терпеть и идти дальше по выбранному направлению. Что касаемо вашего вопроса о том, что дальше делать, да, дальше, естественно, нужно работать, а какими для этого качествами нужно обладать, и что нужно для этого сделать в процессе обучения, здесь уже можно поподробнее остановиться, можно подсказать. А, кстати, государство гарантирует трудоустройство вашим выпускникам? Или все-таки есть нюансы? Вот, знаете, допустим, если по своему опыту говорить, вообще, каким образом попал в профессию, почему сделал именно такой выбор, у меня, например, он был не случайным. Вот это продолжение вашего вопроса. Ну, помимо того, что был с детства пример отца, который больше 20 лет прослужил в органах внутренних дел, горячие точки, чернобыльская авария, госнаграды, то есть что такое служба Родине, в принципе, с малых лет я уже понимал. Все плюсы, все нюансы, как бы все понятно было. Но вы правильно отметили, служба, вернее, обучение в ведомственных образовательных организациях, это, во-первых, гарантированное трудоустройство по окончанию, во-вторых, это в течение обучения люди получают денежное довольствие. И, ну, это, по сути, зарплата, если так просто выражаться, которая значительно выше, чем обычные стипендии у студентов. Это не стипендии уже, это тоже зарплата. Это не стипендии. Да, люди ее отрабатывают, они служат, они сотрудники. Ну, это, опять, это тоже большой плюс. Ну, и, соответственно, окончив, придя работать в систему, там уже вступают в силу все остальные соцгарантии, возможность получить жилье, льготная выслуга лет. Нет, кстати, вот, очень важно то, что именно в нашей системе, в уголовно-исполагательной системе, выслуга исчисляется год за полтора. То есть, выслуга идет быстрее, чем, к примеру, там, в полиции, там, в МЧС, там, в других ведомствах. Ну, я не беру спецподразделения, да. Кстати, а вот у вас как было, как вы попали в систему, так же не стоял вопрос, что семейное дело защищать родину? Да, вы знаете, трудно ответить, сам выбрал или кто-то подсказал. Так, 37 лет, прослужил в войсках и в системе, ну, а сейчас вот на поприще ветеранской работы. Но это было не от родителей, то есть в семье были кто-то связаны? Нет. То есть это прям личное решение было? Да, личное решение. Это тот человек, который имеет большой жизненный опыт служебной и трудовой деятельности, и который в состоянии этот опыт передать молодому поколению. Без этого, нет, основной принцип, делай как я, а не как я сказал. Педагогично. Это педагогический подход. Вот. И самое главное, видеть в молодых людях своих последователей. Потому что если, вот когда с ними встречаешься, разговариваешь и так далее, подобное, уже ощущаешь, готов ли человек к данной профессии. Потому что наша профессия, если говорить, если Петр Первый сказал, тюрьма это окаянное дело. Потому что не каждый молодой человек или девчонка, девушка способна пройти. Я, когда выступаю перед теми курсантами, которые только зачислены, сдали экзамены, все остальное, я всегда им говорю. Большое спасибо вам, но прежде всего родителям, что они дали на путь вам именно поступить. Потому что наша служба, это государевая служба. Но самое главное, что не каждый эту службу может потенцировать. Безусловно. И вот наша система и так далее. Для этого мы самооснованный упор делаем на военно-патриотическое воспитание. Потому что, ну вот как мне человек попрошу в горячей точке, мне есть что сказать. Что бы вы, наверное, сказали бы людям, которые думают связать свою жизнь с системой, какое бы напутствие дали бы, потому что, ну действительно, принять такое решение, определяющее на всю жизнь, бывает довольно сложно. Ну, во-первых, если человек себе силы чувствует, и у него есть желание непосредственно именно свою жизнь со службы родине связать, то, конечно, это нужно делать, и нужно себе это гасить. Вот в качестве примера хочется сказать, например, что у нас на первом курсе сейчас учатся два курсанта. Один награжден орденом мужества. Уже? На первом курсе? Да. Один. Медаль за отвагу. Ну, то есть это молодые люди? Это молодые ребята, которые уже успели принять участие в СВО. То есть, говоря о патриотическом воспитании, следует отметить, что у нас и такие уже ребята есть. То есть, понимаете, таким людям уже не надо объяснять, что им надо делать. Они пришли уже с настроем служить, и они будут служить. С нашей точки зрения мы должны сделать все, чтобы они получили качественное образование, попробовать их воспитать дополнительно, заинтересовать их в том, чтобы они выбрали еще параллельно там либо занятие спортом, либо там занятие творчеством, либо еще какое-то направление. И на выходе мы должны получить такую гармоничную личность уже, развитую во всех направлениях. Скажите, пожалуйста, все-таки действительно очень сложная и профессия, и, я так понимаю, процесс обучения даже. А как же стресс вообще снимаете? Вот что касаемо наших сотрудников, работников, преподавателей, каждый выходит из ситуации по-своему, у каждого, как правило, есть какое-то свое хобби. Лично для меня отдушина – это спорт изначально еще. Поколотить грушу какую-нибудь или побегать? Я не знаю, почему вы на грушу остановились, но попали в точку со школьного времени, еще с 12 лет, занятие боксом в одном из наших легендарных клубов города Воронежа «Олимпийские надежды». Поэтому, ну, кто-то занимается творчеством, а вот, например, в нашем институте есть 6 творческих коллективов, 3 из которых носят названия народных. Ого! А это неспроста же. Это неспроста. Это неспроста. Ну, а продолжая спортивную тему, хочется еще отметить, что у нас подписаны договора о сотрудничестве, соглашения с различными федерациями. Вот недавно подписались со федерацией универсального боя под нашим участием, как организаторов проводился в конце прошлого года Кубок России по универсальному бою. И наша команда выступала, 5 человек получили разряды кандидатов в мастера спорта. Другие виды спорта развиваются. Единоборство, лыжи, плавание, легкая атлетика. Кто чем хочет заниматься, мы помогаем, мы обеспечиваем эту возможность. Ну, а кто не хочет заниматься спортом, пожалуйста, творческие коллективы, повторюсь, научная деятельность для этого тоже делается очень много. Если человек себя в науке найдет, то потом, в принципе, вплоть до написания диссертаций, диссоветы функционируют на базе нашего института. Полный комплекс условий. Есть старые армейские принципы. Не умеешь научить, не хочешь за Сталин. Мне кажется, у вас больше как-то в добровольном порядке, на самом деле, все осуществляется. Ну, кроме некоторых занятий, будем говорить так, потому что студенты все-таки... Грубо сказать, у курсанта, как у любого студента, как у любого молодого человека, должно быть как можно меньше свободного времени. Хороший принцип, да. Да, действительно. Тогда толп будет из-за этого. Вот, например, в нашем единственном учебном заведении нашей системы перед принятием присяги проходит вахта памяти. На этой вахте памяти мы честим героев нашей системы. Вот прошлый год эта вахта памяти была посвящена четырем сотрудникам уголовно-исполнительной системы Луганской народной республики, которые погибли при исполнении служебного педа. Приезжали два сотрудника, которые вместе с ними служили, они все это посмотрели. И мы в первую очередь на первых рядах садятся курсанта первого курса, чтобы посмотреть и послушать. И затем на следующий день уже присяга. И эта присяга мы акцентируем не только для курсанта первого курса, но и для всего личного состава, но прежде для родителей. Чтобы родители посмотрели, что стало с их чадами за один месяц проведения в институте перед присягой. Ну что ж, пожелаем системе дальше развиваться, действительно есть куда расти. Ждем уже на 150-летний юбилей. Ну а сейчас несколько слов для ваших коллег можете, в принципе, передать под жизнь с праздником. Сослуживцы, поздравляю вас с очередной юбилейной датой. Желаю всему личного состава успехов в службе, бодрости духа, здоровья, мирного неба над головой и что вы все невзгоды обходили стороной. Дорогие коллеги, с праздником, с наступающим, минимальных рисков, максимальных результатов. Что ж, спасибо вам еще раз. Удачи, успехов. О юбилее уголовно-исполнительной системы России и не только мы говорили с Евгением Печениным, заместителем начальника Воронежского института ФСИН России по научной работе, и Александром Вороновым, председателем Совета ветеранов Воронежского института ФСИН России. Наше утро вместе продолжается. Оставайтесь на телеканале ТВ Губерния. Субтитры создавал DimaTorzok